Сегодня 19 ноября 19 ноября 1853 года император Николай I утвердил план Самары уже в качестве губернского города план составил губернский землемер Фёдоров Он поделил город на 140 кварталов с 34 улицами и 5 площадями По новому чертежу центр города перемещался с улицы Казанской на Дворянскую На заводском спуске соорудили триумфальную арку для приема высших особ государства Так называемые царские ворота полагались губернскому центру по статусу Так Самару впервые поделили на зоны 19 ноября 1891 года в Германии продали первую игрушечную железную дорогу Через несколько лет эта забава стала популярной во всем мире И до сих пор игрушечная железная дорога для многих детей просто предел мечтаний 19 ноября 1900 года в Самарский суд попало почти анекдотичное дело А обстояло все так Крестьянина Бактеева обвинили в мошенничестве Он продал одному чиновнику за 10 рублей мех Назвав зверей, шкурой которой он был выделен, мумола Чиновник купил, полагая, что мумола какой-нибудь заморский зверь Мех которого теперь в моде Но оказалось, что мех шит всего-навсего из зайчих шкурок А слово мумола мордовское и в переводе на русский язык означает заяц Цена такому меху грош Городской суд за мошенничество на три месяца заключил Бактеева под стражу 19 ноября 1904 года прошла первая в Самаре революционная демонстрация С пением варшавянки, марсельезы, с возгласами долой царя, долой самодержавия Ее участники прошли по улице Дворянской, ныне Куйбышева Как писали самарские газеты, демонстрация была рассеяна конной полицией Ровно 70 лет назад, 19 ноября 1942 года Залпами 7 тысяч орудия началось контрнаступление советских войск под Сталинградом Одна из крупнейших в Великой Отечественной войне битв продолжалась до конца декабря Среди защитников Сталинграда было немало куйбышевцев Удивительные люди родились в этот день Это и выдающийся ученый Михаил Ломоносов В числе прочего он создал один из рецептов стекла для мозаичных картин Поэтому 19 ноября свой праздник отмечают все, кто имеет отношение к стекольной промышленности Также 19 ноября родился военачальник генерал армии Павел Курочкин А еще главный маршал авиации Александр Новиков В этот же день появился на свет уникальный русский ученый Юрий Кнорозов Тот самый, что не выходя из кабинета расшифровал древнее письмо Майя В народном календаре 19 ноября назвали ледоставом И не зря Во многих местах именно в этот день мороз крепчал А озера и реки покрывались ледяным панцирем В народе примечали, что снег, выпавший 19 ноября Предвещал обильный урожай зерновых на следующий год И наоборот Удачи в делах и до завтра!